Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... А? Что если я просто его тыкну? Ни в коем случае! Никогда не могла понять твою тягу к опасности. Ладно, обещаю больше не трогать китов. К тому же слаги просили не делать этого, так что не буду их излить. Кажется, ты их уже разозлил. А, ой, правда? Да ладно, это же был нечестный случай. Каппа, давай уйдем отсюда! А? А? Это место, с ним что-то не так. Все вокруг хранят какие-то секреты. А теперь еще и киты причинили тебе вред. У меня такое чувство, что со временем все станет только хуже. Давай просто уйдем. Что? Мы не можем уйти? Мы только начали! Все нужные нам ответы здесь! Я знаю это! Мне не нужны ответы, из-за которых тебе приходится страдать. Я ведь уже сказала, что больше не буду трогать китов. Все будет в порядке. Это место наше единственное жилище. Нам больше негде жить. Ты где угодно лучше, чем здесь. Давай просто будем плыть на север. Неважно, где мы окажемся в конечном итоге. Да что ты говоришь? У нас нет времени, чтобы прохлаждаться не весть где и ждать, пока наши проблемы решатся сами собой. А тут мы прям многого добьемся. Мы еще даже не все архивы посмотрели. Так что да, добьемся. С чего ты вообще это взял? Я не могу понять, почему ты так хочешь уйти отсюда ни с того ни с сего. А я не понимаю, почему ты все еще хочешь остаться здесь после всего, что с тобой случилось. Милые обранятся, только тешатся. Давайте уйдем отсюда, от греха подальше. Я сказал, что буду держаться подальше от китов, разве нет? Я даже близко к ним не подойду, если тебе от этого станет легче. Нет, мы уходим. И это не обсуждается. В каком смысле не обсуждается? Ты не можешь просто решить за нас двоих, что мы будем делать. Я так говорю, потому что ты упрямишься. Если бы пострадал я, ты бы ведь тоже не хотел, чтобы я остался. Единственная причина, почему мы здесь, это твоя жизнь, Сирен. Вот почему я хочу остаться. Почему ты говоришь только обо мне? А как же твоя мечта, Капа? Ты ведь мечтал перестать быть маяком. Это ведь то, о чем мы договаривались, когда покидали замок. Но с тех пор я не слышала, чтобы ты упоминал об этом ни разу. На самом деле, сейчас ты ведешь себя, как маяк, сильнее, чем когда-либо. Капа, и что, по-твоему, я должен делать? Все, что я могу, это быть маяком. Я не такой быстрый и сильный, как ты. Я не умею колдовать, как ведьмы. Все, что я делаю, это создаю проблемы, от которых другие должны меня спасать. А когда я пытаюсь помочь, это только усугубляет ситуацию. И я просто хочу отплатить в ответ хоть раз. Я пытался принести пользу в архивах, но я даже читать не умею. Я просил Флаффинов прочесть для меня. А, так, вот почему. Я не могу делать даже такие простые вещи. Я просто должен просить тебя о помощи. Я просто устал чувствовать вину за свой выбор. Каждый, кого я встретил. Каждый, кто мне помог. У меня такое чувство, словно я подставляю их. Я чувствую себя эгоистом, потому что хочу следовать своей мечте вместо исполнения долга. Вместо того, чтобы отдать им все, что у меня есть. Это то, что я должен делать. Теперь, когда я думаю о том, чтобы поставить свою мечту выше всего остального, я просто... Это заставляет меня сдаться. А? Но я могу продолжать стараться ради тебя, Сейрен. Я делаю это для тебя, потому что у меня не получается для себя. Ты это то, что дает мне мотивацию держаться на плаву. А... Я чувствую то же самое, Капа. Я не могу заниматься этим только ради себя. Когда речь идет о снятии моего проклятия, думаю, я уже сдался. Но ты меня мотивируешь. И если ты решил отказаться от своей мечты, позволь побороться за нее. Хотя бы мне. Твоя цель это перестать быть маяком. И прожить свою жизнь в небольшом доме. С семьей. И я помогу осуществить это. Тебе нужно дожить до этого. Да, ты прав. Узнать последние актуальные новости по озвучке можешь в моем телеграм-канале. А если захочешь поддержать старую хухлю рублем, вот тебе ссылка на мой бусте. Тебе нужно дожить до этого. Да, ты прав. Итак, Флайфин показал тебе свиток? Да. Я действительно хотел показать тебе это. Я просто... Все в порядке. На самом деле, даже не знаю, что думать об этом. Значит ли это, что где-то есть и другие маяки? Или это просто красивая история? Если бы были другие маяки, то ты бы увидел уже хотя бы одного, так ведь? Ты проплыл все моря. Да, разве что. Может, с ними что-то случилось? Мы будем продолжать искать, пока не выясним, в чем проблема. Да, хорошо. Прости, что я сказала ранее о том, что ты больше, чем когда-либо, был похож на маяка. Я не это имел в виду. Думала, когда ты рассказывал о занятиях, которые узнал у кит... Думала, когда ты рассказывал о знаниях, которые узнал у китов. Ты был таким отстраненным, и это пугало меня. Я тоже чувствовал себя отстраненным от этого мира. Сэйрен, ты в порядке? Я, честно говоря, не уверен, Каппа. В последнее время у меня часто кружится голова. В один момент я чувствую себя прекрасно, а в другой будто мне наступит конец. Прости. Я знаю, что заставило тебя волноваться. Сэйрен, ты можешь же сделать кое-что для меня? Да, все что угодно. Ты будешь... моим пленником. А? Ну, не только моим пленником. И еще ведьмой тоже. Это значит, что я хочу, чтобы ты был всегда рядом с нами. Я хочу, чтобы ты был здесь, со мной. И не терялся в своих мыслях. Только ненадолго. Пока кружится голова. Хочу, чтобы ты был моим. Я уже твой. Будь моим еще больше. Хорошо, злая ведьма Каппа. Я буду полностью твоим. Ты просто скажи, что делать. Подумай обо всем, через что мы прошли с тех пор, как мы встретились. Шрам, оставленный твоей матерью. Существа в устах Бога. Умереть и быть возрожденным. Я понимаю, что у тебя сейчас трудные времена. Было бы странно, если бы не было трудностей. Да, думаю, ты прав. Но... Ты тоже через многое прошел, Каппа. Эй, кто здесь пленник, а кто злая ведьма? Еще бы. Тебе не обязательно сдерживать все в себе. А... Я... Я знаю. Ты должен дать мне время разобраться во всем. Я буду в порядке. Хорошо. Ну что ж, это было прекрасно. Боже, какие они милашки. Я не могу. Я так рада, что я озвучила этот челевр.